Российские войска начали наступление на Авдеевку 10 октября. Город атаковали одновременно с нескольких направлений с массированным применением авиации, артиллерии и бронетехники. ВСУ ответили массовым уничтожением техники противника. Нью-Йорк Таймс пишет, бои за Авдеевку стали самыми дорогими для России в полномасштабной войне. ВСУ из артиллерии уничтожают колонны российской бронетехники и российскую пехоту еще на подступах к городу. За последнее время 6000 личного состава потерял противник только под Авдеевкой. И то, что противник меняет тактику, это обусловлено большими потерями в бронетехнике. Подразделения, бросившие на штурм Авдеевки, враг, он, собственно, бросил их на смерть. Об огромных потерях российской армии под Авдеевкой сообщает как командование ВСУ, так и сами российские военные. По данным Института изучения войны, россияне бросают на местные штурмы Авдеевки, отряды пехоты «Шторм-Зет», уничтожая их личный состав на 40-70% за считанные дни. Погибших российских военных отвозят в морг при военно-клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Их настолько много, что родственники погибших жалуются на то, что сотрудники не могут найти тело. На опознании на людей оказывают давление и фактически заставляют признать, что тело чужого человека – это их родственник. В ДНК-тестах отказывают. В Ростовском морге, ну а там тоже всем наплевать. То есть вот тебе дают тело и пери, не хочешь, значит вместо погибшего будет числиться пропавшим без вести, и ты своих денег не получишь. Вот такое отношение есть. А предположим, на минуту, что кто-нибудь контуженный и память потерял, не помнит кто это, и будет валяться в больнице, пока не помрет. И, собственно, никто не установит, кто на самом деле тут в больнице лежал. Это отношение к людям. И, собственно, надо понимать, как российское государство к людям относится. С выплатами, впрочем, тоже не все просто. Российские власти регулярно рапортуют о финансовом обеспечении российских военных и их семей. Но сами мобилизованные контрактники и их родственники часто жалуются на длительные задержки и бюрократию. Понятное дело, что с выплатами тоже будут проблемы, потому что с экономикой России не все в порядке. И совсем не случайно в конце прошлой недели Центробанк сразу на 2% повысил ставку рефинансирования. Это говорит о том, что большая инфляция в России, денег не хватает, денег не печатают. И, соответственно, конечно, выплаты поступают нерегулярно. Большинство экспертов утверждает, что даже подписывая контракты на прямую с Минобороны, участники так называемой СВО не застрахованы от проблем. Их семьям приходится через суды бороться за положенные льготы и выплаты. А учитывая масштаб нынешних потерь российской армии, таких дел в судах будет значительно больше.